Пересадку растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, выполнили сотрудники Научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур. Они переселили с одного участка берега на другой несколько сотен краснокнижных экземпляров. Корни очень хрупкие, поэтому мы будем стараться сохранить как можно больше корневища. Но корневище расползается, и вот мы сейчас здесь видим, вот это, допустим, патриарх, да, мать, а вот около нее это уже отросточки. Ученые провели уникальную, почти ювелирную работу. Им удалось извлечь из грунта длинные, переплетающиеся между собой корневища, не повредив их. Работа шла на протяжении четырех дней и контролировалась инспекторами Росприроднодзора. У нас задача сохранить растения, вот мы их и пересадили в родные же условия. Перед тем, как пересаживать растения, на участке была проведена научно-исследовательская работа. На береговой полосе Черного моря определили участок с аналогичным типом растительности. Перед тем, как пересадить растения, были остановлены все строительные работы на этом участке и на прилегающей территории. На место это выехали специалисты, которые обследовали и посчитали буквально каждое растение. И был сформирован пакет документов, который был направлен в Росприроднодзор для получения разрешения на пересадку растений, которые занесены в Красную книгу. Самое главное, что это не разовая какая-то акция, а самое главное, что они обязуются, в том числе и перед нами, что будут следить за этими растениями дальше, как они приживутся, как они дальше будут на этом новом месте, смогут жить, произрастать. Это очень важно, потому что это очень трудоемкий и очень сложный процесс. На протяжении нескольких месяцев после пересадки растения будут находиться под присмотром. По словам ученых, при надлежащем уходе оба виды должны успешно адаптироваться на новом месте и площадь ареала обитания увеличится. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ